Мы продолжаем нашу программу. Я с большим удовольствием приглашаю своего сопредседателя Павла Ильича Мельникова, представителя 62-й больницы, который расскажет... Вообще наша сессия посвящена казуистике, и он расскажет о редких вариантах сосудистой анатомии в колоректальной хирургии. Доброе утро, уважаемые коллеги. Традиционные слова благодарности научному комитету, что позволили не только выступить мне с докладом из нашей сельской больницы, но и поучаствовать в модерации этой замечательной сессии. Скажу честно, изначально мне было предложено обсудить только лишь артерию Машковица и ствол Генри, но по мере изучения материала я все чаще и чаще в современных публикациях встречал работы, общий посыл которых направлен на пересмотр сосудистой анатомии, на ревизию определенных сосудов, на какие-то новые взгляды, новую классификацию старых известных сосудов. Но когда я встретил работу, посвященную новой классификации вариантов отсутствия верхней брюжеечной артерии, я подумал, о май гад, что-то вот случилось такое, что полностью, наверное, изменило наше представление о нашей хирургической анатомии, и, наверное, анатомы могут дать нам гораздо больше в нашей работе, поэтому в своей презентации мы обсудим как стандартное, так и вариативное кровоснабжение толстой кишки, как мы можем это определить и как это вообще может повлиять на нашу интероперационную стратегию. И начнем мы с верхней брюжеечной артерии. Вот, казалось бы, самый популярный, самый стабильный сосуд, который отходит от брюшного отдела аорты, между чремным стволом и почечными артериями, кровоснабжает все непарные органы брюшной полости. Это абсолютно так, но только для двух третей всей популяции. По крайней мере, об этом нам говорят выводы данного метанализа, который вышел в 2020 году. Туда были включены 18 работ, 9 из них на кадаверном материале. И наиболее частая вариация, это, конечно, больше интересует хирургов из отрасли HPB, но тем не менее, первым стволом отходит правая печёночная артерия, либо добавочная печёночная артерия, либо общая печёночная артерия отходит одним стволом от верхней брюжеечной. Что же касается нас, коллопрактологов, то наиболее частая аномалия – это аналогичный диаметр верхней брюжеечной артерии и колики меди или колики. Встречается такая вариация примерно в 5% наблюдений. И, наверное, гипотетически это может вызвать некую суету во время операции, когда, честно говоря, сложно определить, что именно клипировать первым, и как бы не заклипировать то, что не нужно клипировать. Все остальные вариации занимают суммарно чуть более полупроцента, но тем не менее, четверть процента – это трифуркация колики медиа или колики и правые ободочные артерии, в 0,2% – это отхождение верхней брюжеечной артерии от чревного ствола, в 0,03% – отхождение верхней брюжеечной артерии от грудного отдела аорты, и в 0,15% – это вообще отсутствие верхней брюжеечной артерии. Вот примерно подобным образом выглядит, конечно, не трифуркация, а бифуркация или околики, которая на картинке B отведена турникетом вправо, или околики и колики медиа, которые отходят общим ободочным стволом от верхней брюжеечной артерии. Примерно похожую аномалию выявили и наши коллеги в Санкт-Петербурге. Также мы видим верхнюю брюжеечную артерию, общий ободочный ствол, от которого делится среднеободочная и или околик, от которого уже отходит правая ободочная артерия. И следующим образом выглядит отсутствие верхней брюжеечной артерии, протекает всё это абсолютно асимптомно, в позднем возрасте уже случайные находки. Случаи, когда кровоснабжение происходит за счёт гипертрофированной нижней брюжеечной артерии, и, наверное, сама по себе правосторонняя гемиколоктомия при такой анатомической вариации не является большой проблемой. Ну, по крайней мере, для хирурга, для больного хирург понервничает. А вот вмешательство на левом фланге может быть большой проблемой, потому что клепирование нижней брюжеечной артерии либо краевого сосуда может привести к некрозу существенной части кишечника. Что же касается магистральных сосудов, которые отходят от верхней брюжеечной артерии, тут бы я вывел три основные закономерности. Первое. Самые постоянные сосуды будут или околика и среднеободочная артерия. Практически в 100% случаев. Вторая закономерность. Самая загадочная артерия – это правая ободочная. Все о ней говорят, но практически никто ее не видел. Но вот метаанализ, который включил 45 исследований, из которых 21 исследование, практически половина, на кадаверном материале. Почему это так важно? На мой взгляд, именно кадаверные исследования, там, где анатомия раскладывается на молекулы, и является основными драйверами в современной анатомии, несмотря на то, что есть еще различные методы визуализации. Так вот, авторы этого метаанализа приводят вероятность нахождения правой ободочной артерии в 60% случаев. Практически всегда она будет идти впереди от верхней брыжеечной вены, и практически всегда она будет отходить в 70% случаев от верхней брыжеечной артерии. Ветвление от илиоколики и среднеободочной всего лишь примерно по 15%. Но, на мой взгляд, вот как-то очень мне близко, и вот с кем в кулуарах общаешься, реальность правой ободочной артерии, отходящей от верхней брыжеечной, это примерно треть всех случаев. Во всех остальных это либо часть правой ветви средней ободочной артерии, либо отходит от корня средней ободочной артерии, либо от илиоколики, либо вообще отсутствует. И третья очень важная закономерность – это вариабельность средних ободочных сосудов, которая определяет все разнообразие, на мой взгляд, в кровоснабжении толстой кишки наряду с восходящей ветвью левой ободочной артерии, но об этом чуть-чуть попозже. Почему я говорю среднеободочные артерии во множественном числе? Потому что современные исследования данной структуры говорят нам о том, что есть как минимум 5 различных артериальных стволов. Истинная в нашем понимании среднеободочная артерия, на нее приходится примерно половина – 46%, артерия правого угла или артерия печеночного изгиба – треть всех случаев – 32%, артерия поперечной ободочной кишки – 12%, добавочная левая ободочная артерия – 7%, и примерно в 3% случаев – это добавочная артерия поперечной ободочной кишки. Но на этом разнообразие не заканчивается. Одна среднеободочная артерия будет от 75% до 88%, 2 различных ободочных артерии с раздельными основаниями вы найдете от 10% до 24%, и 3 средних ободочных артерии будет отходить от верхнебрыжеечной артерии различными основаниями в 1% случаев. Подавляющее большинство – это, конечно, верхнебрыжеечная артерия, но я имею в виду как место отхождения. Но на этом не заканчивается вариабельность. В 18% это будет правая ободочная артерия, и чуть меньше процента суммарно, но может отходить среднеободочные сосуды от печеночной артерии, от селезеночной, от левой ободочной, от леоколики, от нижней панкреатодональной и от чревного ствола. Зафинализировать разговор про кровообращение, ее вариабельность в правой половине я хотел бы разговором о стволе Генли. Все о нем говорят. Это действительно очень часто встречающаяся структура от 70% до 90%. При этом зачастую не всегда понятно, почему это такая модная тема для разговора, потому что складывается ощущение, что работа на стволе Генли это и есть правосторонняя гемиколоктомия, и без нее ничего не получится. Тут я хотел бы ввынуться в исторический контекст. В 60-х годах Джильео предложил концепцию, согласно которой лимфодисекции должны идти по ходу хирургического ствола, который располагается между впадением вены или колики, до ствола Генли с заходом на ствол Генли и клипированием ободочных сосудов. В следующие десятилетия, в 70-е годы, эта концепция легла в основу японского регламента о проведении детринговой диссекции, но была расширена за счет работы в области корня главных питающих сосудов. Мы при этом оставили еще хирургическую концепцию и жилье, которая предполагала, что ствол Генли это важный лимфатический корректор. В чем является большая проблема со стволом Генли? Вы никогда не будете знать, какие именно вены у вас формирует ствол Генли ни до операции, ни зачастую во время операции. Объясню на примере нескольких работ. Мы все знаем, что ствол Генли это венозный коллектор, который формируется желудочными, панкреатическими и ободочными венами и дренируется в вентролатеральную поверхность верхней брюжеечной вены недалеко от нижнего края поджелудочной железы. Вот известная, может быть неизвестная, модная классификация у хирургов, которые занимаются панкреатодоаденальными резекциями, типов ствола Генли. В Китае эта классификация была взята за основу, и они пытались понять, сколько у них вообще в популяции каких типов ствола Генли представлено. Примерно 26 больших больниц и примерно 600 пациентов вошло в исследование, оказалось, что классический ствол Генли, первый тип, занимает примерно половину всех видов. Когда гастроэпиплоика, верхняя передняя панкреатодональная и верхняя правая вена колика формируют единый ствол Генли. Если туда еще будет впадать правая ободочная вена, это уже практически 80% на два этих типа. Не впадает вена ободочная, и нам не нужно проводить диссекцию в этой области, примерно 14%. И самый сложный тип для хирургии оказался тип, когда в ствол Генли дренируются практически все венозные структуры. В крупном метаанализе на 6000 стволов Генли суммарно вот интересные данные, что верхняя правая вена была представлена у 2-3 всех пациентов. Примерно то же самое по распространенности вариации типа Генли, то есть гастроэпиплоика, верхняя передняя панкреатодональная и верхняя правая вена – самый популярный тип. Вы всегда его будете встречать, если встретитесь с этой работой. Но при этом у четверти всех пациентов, опять же, ободочные вены не дренируются в ствол Генли. И сейчас небольшая такая, может быть, манипуляция, но я надеюсь, вы ее поймете. Вот одна работа из Китая, где анализировано 60 высококлассных Д3 правых колоктомий. И они пытались определить по видео, какие структуры составляли ствол Генли. Я прошу заметить, самые частые виды ствола Генли ничего общего не имеют с двумя вышеназванными работами. Большая часть из них составляет какие-то виды ободочных вен и гастроэпиплоика. Если нет ободочных вен, есть панкреатодональные вены. Только два вида. Следующий метанализ уже из Европы. 12 исследований. И вот тут сравнивались, когда находили на кадаверном материале различные виды ствола Генли и при различных ангиографиях, КТ-реконструкциях и так далее. Итак, первый тип по японской классификации. 32% нашли на трупном материале и на 10% больше при радиологии. Следующий, второй тип, самый популярный, насколько мы помним, в Китае. 10% всего на кадаверном материале и в два раза больше на КТ. И третий вид, 26% на кадаверном материале и в два раза меньше при радиологическом исследовании. Соответственно, подытожить этот мини-раздел можно следующими месседжами. Есть в правой половине только два постоянных сосуда, это элиоколика и среднеободочная артерия. При этом правая ободочная артерия – это самый противоречивый сосуд. Среднеободочная – это самая вариабельная артерия, которая определяет, собственно говоря, всё разнообразие, мы об этом поговорим чуть дальше, в кровоснабжении, архитектонике, толстой кишке. Вы не можете определить заранее, какой именно ствол Генли у вас будет, потому что что во время хирургии, что во время исследования на трупном материале, что по КТ – это всё будет разные вариации. Но наиболее частый вариант – это конфлюенс верхней правой колики, передние верхние панкреатододональные и вены гастроэпиплогика. Но что важно, вот в максимуме, практически в 44%, в половине случаев, вам не нужно будет работать на стволе Генли по очень простым причинам. Его либо не будет, либо туда не будут дренироваться ободочные вены, которые, согласно хирургической концепции Джильё, собственно, являются причиной проведения работы там. Переходим к левой половине. Начнём мы с артерии Драменда, она же кривая артерия, она же перикорическая артерия. Собственно, наверное, один из самых главных сосудов, который участвует в кровоснабжении толстой кишки. Раньше считалось, что этот сосуд непрерывный. Последние исследования говорят нам о том, что как минимум есть три точки, где может прерываться артерия Драменда. Но если у ирюоцикального перехода и у ректосигмоидного перехода, хоть это достаточно частые вариации прерыва, прерывания артерии, в принципе, для нас, как для хирургов, абсолютно никакого значения не имеет, то всегда есть некая фобия наличия, скажем так, точнее, отсутствия непрерывности артерии Драменда в точке Гриффита. Это дистальная поперечная ободочная кишка. Соответственно, в области печёночного изгиба есть поверье, что пересекая нижнюю брюжеечную артерию либо левую ободочную артерию можно привести к некрозу всей левой половины. Но, дорогие коллеги, давайте вот сами зададим вопрос. Вот если у каждого десятого жителя нашей планеты есть вот эта аномалия, точка Гриффита, которая прерывает артерию Драменда с последующим некрозом, наверное, что-то в нашей практике мы бы изменили совершенно давно, но мы этого не видим. Соответственно, эта точка Гриффита – это условная анатомическая точка, которая, в принципе, не является определяющей в межбрюжеечном взаимодействии двух крупнейших артериальных стволов. Что касается нижней брюжеечной артерии, есть очень много разных классификаций, их, по-моему, больше всего, и с каждым годом выходят всё новые и новые. Что тут важно, я хотел отметить. Левая ободочная артерия – она неоднородная. У неё есть нисходящая ветвь и восходящая, о которой мы упомянули ранее. И сейчас затронем её чуть больше. Вообще, левая артерия – она одна из самых постоянных. Только лишь от 2 до 5% вы можете её не встретить, но при этом все различные классификации можно соединить в одной простой картинке. Если левая ободочная отходит первым стволом, примерно в 60% случаев, это первый тип. Если классическая гусиная лапка, когда верхняя ректальная, сигмовидная и левая ободочная отходят в одном месте, это второй тип. И третий тип, когда сигмовидная артерия отходит и от верхней ректальной, и от левой ободочной артерии. Мы говорили раньше, что именно разнообразие средней ободочной и восходящей ветви левой ободочной артерии обуславливает различные анатомические вариации. Мы помним, что есть артерии поперечно-ободочной чешки, добавочная артерия поперечно-ободочной чешки, добавочная левая ободочная артерия. И все вместе они формируют межбрызжеечную коммуникацию, которую знали люди достаточно давно, еще со времен Древнего Рима. Ее называли по-разному. Это была и аркада Тревеса, и артерия Машковица, и артерия Гонзалеса, анастомоз Геллера, артерия Риолана. В общем, это различные виды межбрызжеечной коннекции, либо ближе к брызжеике, либо ближе к основным питающим сосудам. Почему мы всегда об этом говорим? Я взял это резюме из одной из наших работ. Опять же, я не встаю ни на одну сторону. Есть сторонники концепции сохранения левой ободочной артерии. Есть мнение, что абсолютно ни на что не влияет сохранение левой ободочной артерии, и основной кровоток идет по краевому сосуду. Но тем не менее, именно по этой вере те или иные группы исследователей и выстраивают свои интероперационные стратегии. Да, видео не наше. К сожалению, никак мы не можем поймать эту артерию Машковицы и заснять ее. Но тем не менее, предложено авторами три вида межбрызжеечного ствола, либо артерии Машковицы. По-разному можно называть. Это соединение либо напрямую, верхнебрызжеечное и нижнебрызжеечное, и соединение между ее различными ветвями. При этом она всегда будет идти поперек нижнебрызжеечной вены. Если она идет параллельно, это уже не артерия Машковицы. Описаны различные добавочные левоободочные артерии от чревного ствола и описаны отхождения нижнебрызжеечной артерии от верхнебрызжеечной артерии. То есть отсутствие нижнебрызжеечной артерии в классическом понимании, когда она отходит от аорты. Это гораздо более частая вариация по сравнению с отсутствием верхнебрызжеечной артерии. Описано достаточно много этих видов, когда отходили и от правой ободочной, и от средней, и от левой общей подвздошной. Но в основном отходит от верхнебрызжеечной артерии. И вот тут описан интересный случай. Был пациент с опухолью ректосигмоидного изгиба без нижнебрызжеечной артерии. Это 3D-компьютерное моделирование и артерии, и вены. Мы видим, что ствол отходит от верхнебрызжеечной и делится на добавочную среднюю ободочную и, собственно, нижнебрызжеечную артерию. Мы с таким случаем, честно говоря, встречались. К сожалению, наша сообразительность не позволила нам записать всё это дело на видео. Но, собственно говоря, абсолютно аналогичная была ситуация. Поднимается мезоколон слева от забрюшинного пространства. Место, где должно быть устье нижнебрызжеечной артерии, соответственно, представлено только нервами. Авторы этой статьи сказали, что нужно было обязательно сделать D3-лимфодисекцию, поэтому они ввели ICG, это лимфотропный препарат. Он определил, собственно, границы тех лимфоузлов, где заканчиваются регионарные лимфоузлы к данной опухоли. И на уровне нижнего края поджелудочной железы, естественно, сохраняя добавочную среднюю ободочную артерию, они клипировали сосуды. По описаниям, ещё несколько таких операций, но не зафиксированных, было выполнено. Как мы видим, практически всегда есть либо добавочная средняя ободочная, либо левая ободочная, либо добавочная левая ободочная. В общем, не единственный это сосуд, в отличие от отсутствия верхней брюшечной артерии. Ключевые месседжи. У вас есть всегда левая ободочная, есть верхний оректальный и краевой сосуд. Мы понимаем, что между системами левой ободочной и средней ободочной есть коммуникации. Они называются очень по-разному. Но, собственно говоря, на самом деле они не являются каким-то сверхспасительным вариантом, когда вы сохраняете те или иные сосуды. Отсутствие нижней брюшечной артерии не является проблемой. Теперь, как нам это всё распознать? Ну, естественно, уже было очень много представлено КТ-исследований, потому что это единственный, наверное, неинвазивный метод на данный момент, где индустрия нам предоставляет, ну, на самом деле, супераппараты, суперконтрастные вещества, которые позволяют нам определить сосудистые и венозные фазы контрастирования, выделить все сосудики. Есть комбинированные методики с КТ-колонографией, где, опять же, вы можете сделать прекрасную реконструкцию. Но, на самом деле, насколько это важно? Мы вот тоже задумались у себя в отделении. По некоторым данным, всего в полутора процентах вы найдёте какую-то аномалию при правосторонней локализации опухоли. Да, какие-то неклассические сосуды либо элеколика, либо среднеободочные. Полтора процента. Мы говорили о том, что на кадаврах, на трупном материале и путём исследования по данным КТ абсолютно не совпадают эти данные. И мы решили провести опрос на одном из небезызвестных порталов For Surgeon. Спасибо большое модераторам этого канала, которые сейчас смотрят нас онлайн. Оказалось, что 20% либо не имеют возможности хирургов, которые собираются оперировать колоректальный рак, либо не имеют возможности для просмотра КТ, либо не смотрят специально, потому что анатомия стандартная и никак не повлияет на хирургическую стратегию. Половина, больше даже чуть половина изучает сосудистую анатомию, смотрит её перед каждой операцией. И примерно 25% такой половинчатый ответ, который читает заключение. Если им что-то непонятно, они могут посмотреть сами КТ исследования. Ну и зафинализировать я хотел бы следующее. Вот, дорогие коллеги, вот так вот выглядела операционная 150 лет назад. Так она выглядит сейчас. Вот так выглядели наши коллеги 150 лет назад. Так они выглядят сейчас. Вот так выглядела анатомия 150 лет назад. И так она выглядит сейчас. Вот перефразируя одного нашего небезызвестного товарища, на самом деле в хирургии за 10 лет может многое поменяться, но анатомия у вас не поменяется никогда. Спасибо большое. Павел Викторович. Я вопрос из зала. Я думаю, очень интересный доклад, поэтому вопросов будет мало. Но хотелось бы несколько комментариев. Я думаю, что через 10 лет назад кто-нибудь ещё найдёт какую-нибудь анатомию развития сосудов. У нас появится ещё один вариант. Но в целом хочу сказать, что, конечно же, КТ-ангиография приносит хирургу очень... Сильно очень помогает в хирургической технике. Но в ряде случаев хирургу приходится оперировать не в виде КТ, не в виде ангиографии. Но и в целом, как нас учили, это определённый класс хирурга, когда хирург может интероперационно разобраться с сосудистой анатомией и привязать те сосуды, которые необходимы. Спасибо большое. Спасибо.